На городских окраинах набеги волков. Пока нападают только на собак, четвероногих не досчитывается. Каждое утро, впрочем, хищники заходят в коныш уже не только по ночам, но и в светлое время суток. Видели волков даже на детской площадке. Почему в ситуацию не могут вмешаться охотники, выясняла Мария Воробьева. Пошел по лесу, 20 метров, одна голова. Вот и все. А у меня внучки. Спасти четвероногого друга и любимца всей семьи Александру Тельнихину не удалось. Причем на улице было довольно светло. Пять утра вышел, собака еще на улице. Всем на работу пошел, нет собаки. Если они по поселку бегают, не испугать ничем никак. Волки прибегают в поселок в поисках еды. Охотоведы говорят, пока звери без потомства, им хватает мусорных баков. Но как только появляются волчата, самки учат их охотиться. Жертвой волков недавно стал даже грозный алабай Василия Титова. Больше 40 килограмм. Алабай, германная собака. Она немецкой волчарки, когда она съедала кости, она была крупнее немецкой волчарки. Раз в два. Большая собака. Кандашане говорят, пока нападают только на собак. Но страшно всем. Остатки были – это голова, лапы и хвост. Ну и немного хребет. Да, очень страшно. Вообще случаев нападения волков у нас очень много. Вот вчера со мной связалось 18 человек. Рассказы двух десятков пострадавших похожи на отрывки из ужастиков. Кому-то волки каждый день приходят под окна, кто-то едва попал после работы домой, потому что звери караулили у ворот. И даже на крыльце собственного дома люди по утрам находят волчьи следы. Волк вышел к детям на площадку, это было на ПГС, и дети играли на этой детской площадке, то есть был крик-визг, все разбежались, но так на этом все и закончилось. К нам очень часто они вообще ходят, как к себе домой. То есть огромный волк придет, посидит, и помощи-то ждать нет кого. Наталья Казицына несколько раз пыталась решить проблему. Ходила в местную администрацию, полицию, дошла до районной газеты. Никто не знает, что делать. Тапканы ставить нельзя, стрелять в них нельзя, иначе там уголовная ответственность, штрафы до 40 тысяч. Охота на волков теперь стала не круглогодичной, а сезонной, то есть временной. И численность стаи контролировать практически невозможно. Раньше мы численность волков именно сдерживали тем, что при добыче могли использовать яд в тороцитат баре. Сейчас это запрещено. Сейчас вот в области в бюджете пришла нам бумага, что дефицит бюджета, поэтому премию волков не оформляем и премию не выплачиваем. И так-то была премия минимальная 10 тысяч. Это мало, но сейчас и ее не будут платить. Охота мероприятия затратная, требует времени, опыта и специального снаряжения. В нынешних условиях на облавы специалисты-охотники не выходят. Мария Воробьева, Лада Голтвина, Марина Антуфьева и Андрей Миронов. Вести по море, Коноша. Голод заставил выйти из леса медведи сразу в нескольких населенных пунктах области. От диких зверей в страхе жители Пинежья и Онежского района. Так в Кодино медведь разобрал сарай, поживился кроликами, вернулся за курами и добрался до поросят. Репортаж Елены Юрьевой. Красиво плывет группа в пушистых купальниках. Это видео сняли рыбаки в районе Рикосихии и выложили в соцсети. Медвежья семья переплывает в местную речку. Один из малышей отстал и зовет на помощь мать. Пользователи социальных сетей жалеют медвежонка. Не доплывет, сил не хватит. Знатоки-зоологи успокаивают. Медведи прекрасно плавают, могут преодолеть 7 километров. Скорее всего, на марш-бросок семья решилась в поисках пищи. Именно бескормиться заставляет диких зверей менять дислокацию. Так, на прошлой неделе огромный бурый медведь вышел в поселок Кодино и наломал дров. Косолапый буквально разобрал царай и поживился курами. Туго пришлось даже поросятам. Одного хищник съел, другого ранил. Хозяева пытались напугать непрошенного гостя, но медведь спокойно закончил ужин и только тогда ушел в лес. Жители после этого перестали выходить по вечерам на улицу. Комендантский час был введен принудительно. За неделю столько страху натерпелись, это ужас. Каждому жалко своих животных и вообще себя, и детей. Не выйти никуда из дома. Беспредельничают животные не от хорошей жизни, говорят в Минприроды. Дикоросов в лесу нет, а ягоды составляют больше половины рациона медведей. Из-за робок и пожаров сокращаются места обитания хищников. Вот и приходится им заглядывать на огонек. Запах пищевых отходов привлекает диких животных. Возможность пополнить пищевые запасы на асфалтах. В случае появления хищников вблизи домов специалисты советуют обращаться в Министерство природных ресурсов и ЛПК. Там быстро направят жалобу в специальные подразделения лесничеств. Они есть во всех районах. Что касается хищника, что набедокурил в Кодино, то его охотники застрелили. Оказалось, это был восьмилетний медведь, двухметровый и очень худой. Елена Юрьева, Александр Балёк, Вести по морю.